У меня для вас интересная новость. Я еду в пресс-тур. Это будет поездка в Будапешт. По приглашению компании, которая производит средства от выпадения волос. И когда они мне написали, мне интересно, это было по двум причинам. Во-первых, это мой первый пресс-тур. Мне это очень приятно. Во-вторых, я знала, что пять месяцев назад, когда я была в Будапеште, и я очень много выкладывала фотографии в Инстаграм, я чувствовала, что я туда вернусь. И мне радостно, что я возвращаюсь по такому суперовому поводу. В-третьих, я очень люблю лечебные средства, косметологические средства, и средства, которые граничат на уровне серьезных косметологических и даже хирургических процедур. В чем особенность именно этих средств? В том, что это не просто то, что продается, скажем так, где угодно, и вот можно купить в супермаркете. Это средства, которые в Будапеште в Венгрии назначают врачи в клинике по трансплантации волос. То есть есть некая грань между тем, что еще можно обойтись, скажем так, косметологическими способами, или уже нужна трансплантация волос. Я еду сейчас специально к представителям компании, я еду в клинику для разговора с доктором. Я буду задавать ему вопросы, где та самая грань, как определить по себе, как, что именно действует конкретно, да, как это работает в конце концов. И все расскажу вам обязательно. Я уже буду внешне, но что-то меня никто не встречает. Если честно, даже не знаю, куда ехать. У меня есть с собой информация про отель и где сама клиника, я даже не знаю. Мы договорились с представителем, что мы будем встречать. Ну что, эту табличку никто не держит. По вылету было, написали, что я вас узнаю. Так, ну что, меня уже встретили. Едем сначала в клинику, потому что вопросов очень много именно по трансплантации волос, именно по разнице между выпадениями различными, да, очень много вопросов именно к доктору. Смотрите, никогда не было в клиниках европейских. У нас это несколько по-другому. В особняке на третьем этаже здесь проходят консультации. Сейчас приедет доктор, будет отвечать на мои вопросы. А вот фоливан, средство, которое рекомендует доктор, либо же для предотвращения выпадения, да, то есть те, когда можно избежать пересадки еще, и как средство после, вспомогательные после трансплантации волос. Пока мы ждем доктора, мне принесли капучино, сок. Спасибо за гостеприимство. Ммм, как вкусно пахнет. Ага, вот там он где. А я думаю, где они? Здорово. Можно зайти, да? Законечно, законечно. Ага. Сейчас я покажу. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 минут, чтобы переодеться, и бегом на улицу, потому что там такая потрясающая погода, здесь полным ходом весна, здесь все деревья цветут, здесь уже есть листья, здесь есть молодая трава, очень красиво, очень, и воздух потрясающий, я такой воздух в Украине чувствую, как это сказать, не слышу, да, не нюхаю, а как это правильно сказать, слушаю, да, как парфюм, слушаю только в двух местах, это в Крыму и это в Карпатах, все, больше в Украине нигде нет такого воздуха, и здесь он, это потрясающе, просто дышать, 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 наслаждаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok username ноут, такие вот коляски, где люди пьют пиво и при этом крутят педали, видите вы или нет, это так смешно, сзади на узкой дороге машина не может проехать. О, поехали, поехали. Гоу,гоу,гоу,гоу,гоу,гоу. Хорошо так крутят, несмотря на то, что с пивом, а у них есть водитель, смотрите, он парень сидит, видите, самая лучшая мужская работа, сидишь себе, рулишь в окружении девушек, Это не вам мажут ребята, девочки Сидит себе, видите, такой в розариуме, рулит Сказка, а не работа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok